Глубоко уважаемые президиумы, уважаемые пациенты, на сегодняшний день, благодаря современному уровню развития медицины, стало возможно говорить о повышении качества жизни пациентов. Поэтому, в частности, благодаря развитию химиотерапевтических методов лечения, на сегодняшний день в арсенале врачей-онкологов широчайший спектр терапевтических средств. Каждое высокоэффективное средство, конечно, обладает своими побочными эффектами. И наша задача – минимизировать их проявления, в частности, минимизировать проявления кожной токсичности по возможности. Для того, чтобы понять, как же изменяется кожа, я вам немножечко, очень кратко расскажу о ее строении. Кожа у нас состоит из трех слоев. Эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. Подкожно-жировая клетчатка обеспечивает прочность, упругость кожи и дерма тоже. В дерме находятся сально-волосяные фолликулы, потовые железы, которые выделяют секрет на поверхность кожи и создают гидролепидную пленку. Во время химиотерапии потовые железы выделяют в том числе токсические продукты. С этим связаны в том числе и зуд, который испытывают пациенты. Если говорить о эпидермисе, то эпидермис состоит из слоев быстроделящихся клеток. По мере созревания клеточек от базального слоя к роговому, клеточки поднимаются выше, уплощаются. На уровне зернистого слоя из клеток выходит межклеточное вещество, формируются белково-жировые компартменты, которые играют барьерную роль. И в завершающий слое эпидермального барьера это роговые чешуйки, которые в норме должны быстро отторгаться. При лечении цитостатическими препаратами, нацеленными на то, чтобы замедлить деление клеток, соответственно нарушается и дифференцировка клеток эпидермиса. Это приводит и к шелушению, то, что вы видите, шелушению кожи, сухости кожи, ощущения стянутости кожи, могут быть покраснения. И это в том числе связано с нарушением вот этого эпидермального барьера. Вот эпидермальный барьер состоит, в формировании эпидермального барьера играют роль все структуры кожи. И при химиотерапии поражение идет кожи также на всех уровнях. Поэтому важно это дифференцировать. Важно знать, что эта проблема есть. И для того, чтобы понять, как корректно с этим бороться. Сыпь, то, что для вас на коже вы видите и воспринимаете как сыпь, может быть вызвано абсолютно разными механизмами действия. Поэтому, когда вы видите высыпание, правильно не замалчивайте их, а вовремя обратиться к доктору, чтобы доктор провел дифференциальную диагностику. Что же это? Это высыпание, которое вызвано токсико-аллергическими реакциями, аллергии на те препараты, которые вы принимаете. Связано ли это с непосредственным действием токсических реакций, с непосредственным действием лекарственных средств? Или это опосредованное иммунное воспаление? Почему важно дифференцировать? Будут разные механизмы формирования сыпи. Соответственно, нужно применять разные способы лечения. В данном случае очень важно не заниматься самолечением, а вовремя прийти к доктору. Лечением кожной токсичности занимаются совместно онкологи и драматологи. Безусловно, это комплексный подход к пациенту. Высыпания могут выглядеть абсолютно по-разному. Это вас не должно пугать. Вы должны вовремя их заметить и вовремя прийти к врачу. Если говорить о токсико-аллергических реакциях, в первую очередь зуд у пациента появляется. Аллергические реакции по степени тяжести можно грубо разделить на легкие, средне-тяжелые и тяжелые. При легких проявлениях высыпания могут быть в виде пятен, в виде папул. Папул – это слегка возвышающиеся над поверхностью элементы. При ограниченных высыпаниях достаточно проводить лечение местными средствами. При распространенных проводится уже системная терапия. При крайне тяжелой, при тяжелой, средне-тяжелой степени тяжести лечение может проводиться даже в условиях стационара. Поэтому важно вовремя прийти к врачу, чтобы вам поставили диагноз, оценили стадию и адекватно провели терапию. В данном случае представлен бульозный элемент, который вскрылся, вы видите эрозию красную. Это все эпитализируется, это все лечится, этого не надо пугаться. Если вдруг у вас появляется такой элемент, нужно незамедлительно сообщить доктору. Что касается кожной токсичности. Давайте разбираться. Под действием препаратов что может происходить? С одной стороны, под действием цитостатиков у вас будет нарушаться дифференцировка клеток кожи, будет нарушаться созревание кератиноцитов. Это клинически будет проявляться в виде шелушения, в виде гиперкератоза. У вас может происходить нарушение коллагена и эластина, изменится тургор кожи. Важно понимать, что все эти изменения обратимы. Они с вами, пока вы находитесь на терапии. Кожная токсичность в зависимости от степени тяжести может компенсироваться наружными средствами. При выявлении кожной токсичности тяжелой степени тяжести присматриваются схемы лечения. Поэтому здесь также не нужно бояться сыпи, нужно о ней сообщить доктору. Важно, чтобы вы осматривали свое тело самостоятельно. Потому что, например, бывает высыпание и самостоятельное, чтобы кто-то из родственников мог посмотреть. Потому что бывает высыпание на спине, и вы физически не можете их увидеть. Если говорить о пациентах, которые находятся на токсической терапии, то чаще клинически у вас будут поражения слизистых в виде мукозита, сухости, воспаления слизистых оболочек. Кожа будет беспокоить кожный зуд. Он может быть более выраженный, менее выраженный, но он вас беспокоит. Могут быть проявления аллопеция. Это либо поредение волос, может быть тотальная аллопеция. Этого не стоит бояться. Дело в том, что после окончания химиотерапии рост волос будет восстановлен. Наличие высыпания в виде пятен и папул. Наличие ладонно-подошвенного синдрома. Мы о нем позже подробнее поговорим. Те пациенты, которые находятся на таргетной терапии, у них широкий спектр кожных высыпаний. Чуть попозже, шире расскажу. Тоже их беспокоит кожный зуд. И могут быть очагито-пигментации. Высыпания могут напоминать угреподобные высыпания. Могут напоминать трещины. Поражение слизистых проявляется в виде сухости. Поражение ногтей в виде ониходистрофии. Повышенная ломкость ногтей. Исчерченность ногтей продольная или поперечная. Паранихия. Поражение кожи около ногтевого валика. Это явления обратимые. Но так как около ногтевой валик травмированы, это входные ворота для инфекции, а вы, находясь на фоне химиотерапии в определенной иммуносупрессии, нужно понимать, что эти очаги нужно тут же лечить и патализировать. Чтобы минимизировать риск вторичной инфекции. Здесь также будет и аллопеция тоже. Пугаться не надо этих проявлений. Здесь пациент на фоне химиотерапии, у которого очаги депигментации появились. Обращу ваше внимание. На коже передней грудной стенки у ребенка новое образование, вокруг которого очаг депигментации. Такой невус называется галлоневус. Его тоже нужно исследовать с помощью специального прибора. Он доступен дерматологам. Прибор называется дерматоскоп. Это такой микроскоп, который позволяет заглянуть вглубь кожи, посмотреть строение родинки и сказать, доброкачественная она или есть какие-то изменения неблагоприятные. Поэтому, если вы видите такого рода невус, его нужно показать. Высыпания могут выглядеть так. Так и выглядят папулы и пятна. Папулы, вот здесь пятна, видите, они такие плоские розовые пятнышки. А вот папулка, она слегка приподнята. Соответственно, на фоне наружной терапии и на фоне ухода за кожей, в испании регрессировали. Здесь в испании были ограничены. Поэтому было достаточно. Так выглядит фолликулярный гиперкератоз. Это когда нарушается дифференцировка кератиноцитов, и скапливаются роговые чешуйки, в частности, в области сально-волосяных фолликулов. Если вы такую кожу потрогаете, она у вас на ощупь будет как терочка. Здесь тоже нужно применять рациональный уход, эмаленты. Вот все схемы чуть попозже подробнее. На фоне иммунотерапии может возникать и высыпание по типу атрофодермии. Вы видите истонченная кожа, через которую просвечивает капиллярная сеть. Атрофия кожи и капиллярная сеть. Так могут выглядеть изменения ногтей на фоне химиотерапии. Если говорить о ладонно-потошинном синдроме, конечно, оно причиняет большой дискомфорт, потому что высыпания мешают при ходьбе. В зависимости от степени тяжести, конечно, в средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести там присматривается схема лечения, а в легкой степени тяжести достаточно применения топических средств. Что можете сделать вы самостоятельно? Первое, самое важное правило. Вы должны носить ту одежду, которая для вас удобна, из тканей, которые дышат, мягких, и чтобы было исключено трение. Соответственно, локальное охлаждение конечностей симптоматически вам будет легче, потому что при ладонно-потошинном синдроме и боли, жжение может быть. Вам нужно бережно относиться к себе, поэтому физические нагрузки нужно минимизировать. и применение местных противовоспалительных и эпидолизирующих средств. Если говорить о том, чем можете вы помочь себе, то, конечно, это... В первую очередь, конечно, если вы видите сыпь, идете к доктору, и дальше совместно ваш доктор-онколог вместе с дерматологом дифференцирует, что лежит в основе вашей кожной сепи и назначает лечение. В дополнение вы можете делать процедуры уходовые с помощью косметических средств. Почему? Потому что косметика по определению она не проникает в системный кровоток. Она действует только на поверхностных слоях кожи. То есть она оказывает благотворное влияние на кожу, при этом она не... повышает лекарственную нагрузку на вас. Для чего нам нужна косметика? Вот базовый уход заключается в очищении кожи, правильном очищении кожи, увлажнении кожи и восстановлении ее барьера и формировании компенсации защитных свойств кожи. В частности, что нужно сделать? В первую очередь восстановить гидролипидный слой кожи и восстановить эпидермальный барьер. Для этого, помимо того, что мы нормализуем дифференцировку клеток кожи, восстанавливаем гидролипидный слой кожи, восстанавливаем функцию сальных и потовых желез и улучшаем микроциркуляцию. И любой заключительный этап ухода должен быть с применением фотозащитных средств. Дело в том, что и в принципе в солнечное время года нужно избегать инсоляции и применять фотозащитные средства, пациенты, которые находятся на терапии, будь то цитотоксическая или таргетная терапия или любой другой вид лечения химиотерапевтического, принимают препараты, которые могут вызвать фототоксические реакции. Что такое фототоксическая реакция? Это когда вод действие ультрафиолета под действием ультрафиолета те препараты, которые вы принимаете, формируют токсическую реакцию. Соответственно, если говорить про этапы ухода за кожей. Первый этап это очищение кожи. Очищение кожи выполняет несколько функций. Самое простое это удаление внешних загрязнений. Но, помимо всего прочего, нам важно, чтобы мыло было мягкое, чтобы оно не разрушило эпидермальный барьер и не нарушило соотношение нормальной микрофлоры, которая в норме у нас живет на поверхности нашей кожи. Поэтому очищающие средства должны быть мягкие. Будь то мыло мягкое или пенка мягкая, или шампунь, или мицеллярная вода, или молочко для очищения кожи. Важно не забывать, что отдельными средствами нужно использоваться для гигиены интимных мест, для гигиены полости рта. В частности, для гигиены полости рта, для очищения зубов, нужно пользоваться мягкими зубными щетками, которые не будут повреждать ваши десны. И после завершения процедуры важно применять полоскание, но это не должны быть отвары, которые вы сами приготовили, это должны быть препараты аптечной серии, которые произведены в условиях стерильности. И обязательно профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода. Что касается второго этапа ухода за кожей, увлажнение. Вот увлажнение и питание. Здесь помимо увлажнения и питания препараты могут быть дополнены еще какими-то дополнительными компонентами, которые будут восстанавливать толщину эпидермиса, восстанавливать барьерную функцию кожи, например, препараты гиалуроновой кислоты. Если говорить о гиалуроновой кислоте, то бывают наружные средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, среднемолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Обычно на упаковках это написано. Вот для того, чтобы увлажнить кожу и создать такой слой защитный, вам нужна высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Средняя и низкомолекулярная гиалуроновая кислота оказывает детоксицирующее действие. Но если говорить непосредственно при увлажнении, то здесь больше высокомолекулярная вам нужна. Соответственно, восстановление цвета кожи за счет улучшения микроциркуляции. Это у вас есть. Прямо на фоне химиотерапии, наверное, это не надо, но вот после окончания можно применять и сыворотки поливитаминные и моносыворотки с витамином С. Восстановление тургора кожи. Здесь тоже нам на руку играют препараты гиалуроновой кислоты, потому что они в том числе создают благоприятные условия и для функционирования дерма, в которой у нас содержится коллаген и эластин. И защита. Заключающий этап это нанесение косметического средства с фотозащитой. Соответственно, что важно отметить? На фоне химиотерапии важно избегать антиперспиранты. Отдайте предпочтение дезодорантам. Что делают антиперспиранты? Они блокируют функцию потовой железы. А с потом у нас выходят в том числе и токсины. Поэтому выбор в сторону дезодорантов. Избегайте обрезного маникюра. Делайте европейский маникюр. Когда используются бамбуковые палочки, и кутикула отодвигается, чтобы минимизировать риск травматизации кутикулы. Любая травма это входные ворота для инфекции. Если вдруг травма есть, ее нужно тут же эпитализировать. Избегайте ношения тесной одежды, тесной обуви, чтобы не было перегревания тела в том числе. Крайне внимательно относитесь к себе, потому что на фоне иммуносупрессии любая инфекция развивается очень быстро. Эта фотография предоставлена доктором Надеждой Владимировной Горбуновой из отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, где у пациентки буквально за несколько часов из такого маленького очишка пиодерми высыпания значительно увеличились. В протокол лечения были добавлены системные антибиотики. На фоне антибиотикотерапии все прошло. В этом контексте очень интересное направление на сегодняшний день. На сегодняшний день существуют косметические средства, стерильные. За счет чего это достигается? Ведь по большому счету, что такое косметическое средство? Это либо раствор жира в воде, либо обратная эмульсия в жире. Это же хорошая питательная среда для бактерий. Почему же, откуда берутся вот эти стерильные косметические средства? Во-первых, производится косметика в условиях фабрики с соблюдением стерильности. И тара, в которую разливается, вот это косметическое средство, она имеет специальный клапан, который после использования обеспечивает герметичность упаковки. В частности, если говорить про стерильную косметику, на нашем рынке, в аптечной серии вы можете найти линию препаратов ксерокалом. Здесь есть и средства для очищения кожи, и для увлажнения кожи. Что еще очень часто беспокоит пациентов, особенно тех, которых предварительно принесли хирургическую операцию, а будет ли рубец? Рубец формируется от полугода до года в норме. Выделяют три вида рубцов. Атрофические, они бесцветные, выглядят как минус ткань, как ямка в коже. Норма трофические, которые потом выравниваются вровень с кожей. Выглядят как белесоватые пятнышки. Гипертрофические, которые в пределах раны, но немножко возвышаются, но не выходят за периметр раны. Возвышаются. И гипертрофические рубцы. Это те рубцы, которые возвышаются, они растут, они выходят за пределы раны, вширь и поднимаются над тканью. Важно вовремя определить, что у вас формируется гипертрофический рубец. На что надо обратить внимание? В области рубца будет зуд. Рубец будет красного цвета. Он будет возвышаться над уровнем здоровой кожи. В этот период нужно, конечно, вовремя начать лечение. Соответственно, у нас есть средства, которые могут профилактировать формирование вот этого рубца. Для этого сразу после операции, после того, как сформировалась уже свежая грануляция, вот у вас появилась нежненькая вот эта розовая кожа, в область в эту область нужно втирать косметические средства, которые повышают эпитализацию кожи, обладают регенерирующим эффектом. В частности, если говорить о косметических средствах, то это сикальфат. Если вдруг у вас уже есть рубец красный, возвышающийся, у вас есть гипертрофический рубец или килоидный рубец, то здесь косметические средства, к сожалению, уже не помогут. Здесь нужно прибегнуть к лекарственным средствам. В частности, вот у нас есть гель контрактубикс. Его также нужно втирать в рубец. Но даже если у вас сформировался килоидный рубец, расстраиваться не стоит, поскольку в том случае, если наружная терапия неэффективна, после окончания лечения основного заболевания, когда вы уходите в стойкую ремиссию, то можно другими косметологическими методами с этим рубцом бороться. Самое важное вам понять, что кожная токсичность это явление обратимое. И наша задача, как драматологов, вовремя выявить ее, назначить адекватное лечение и нивелировать вот эти кожные проявления. Естественно, лечение пациентов с кожной токсичностью проводят онкологи совместно с драматологами. То есть здесь, конечно, основной лечащий, доктор, у вас онколог. Что еще очень важно? Важно смотреть за новообразованиями кожи, потому что на фоне лечения они могут меняться. Как вы можете определить? Безусловно, вы ходите на осмотры к вашему доктору, ваш доктор вас раздевает и осматривает. но на что вы должны обращать внимание? Любое доброкачественное новообразование будет симметричное, вот как наверху, с ровными границами, монохромное, одного цвета, и размерами, ну, не больше полсантиметра. Если вдруг вы видите, что новообразование изменяется, изменилась его окраска, может быть, изменились границы, может быть, оно немножко выросло, вас это должно насторожить. Вы обязательно должны в таком случае сообщить о таком новообразовании онкологу и обратиться к дерматологу для проведения дерматоскопии или онкологу, если есть возможность. здесь схематически изображена схема, как можно самостоятельно обследовать кожу, потому что, конечно, вам для визуализации доступно ограниченное количество места, это вот передняя поверхность туловища, здесь схема, как с помощью зеркала можно посмотреть спину, заднюю поверхность колени, бедер, но, конечно, замечательно, если ваши родственники вам в этом помогут. Как часто нужно осматривать себя? Вы себя осматриваете регулярно, раз в год, если нет диспластических невусов, нет опасных новообразований кожи, пациент осматривается раз в год. Если есть опасные новообразования кожи, меланомоопасные, диспластический невус, например, или голубой невус, или шпиц невус, то пациент осматривается раз в 3-6 месяцев. Как понять, какой у вас невус? Диспластический, голубой или какая-то другая разновидность? Нужно сходить к доктору на осмотр с помощью дерматоскопа. Дерматоскоп это такой микроскоп, который неинвазивно, его просто прислоняют к коже и видят внутрикожное строение новообразования, которое позволяет с 95% точностью сказать, какое это новообразование. И в контексте новообразования кожи тоже очень важно закрывать кожу от солнца, потому что на сегодняшний день доказано, что в формировании злокачественных новообразований кожи, в частности меланомы, играет роль суммарное количество ультрафиолета, полученное в течение жизни. Это не значит, что вы один раз обгорели, и у вас тоже сформируется вот это злокачественное новообразование. Это значит, что если суммарно вы накопили определенное количество ожогов, то у вас экриск повышен. На сегодняшний день есть широкий спектр косметических средств с фото защитой. Вам нужно важно подобрать правильную текстуру, потому что в зависимости от вашего состояния кожи, сальности и влажности, потому что то, что вы субъективно ощущаете, как сухая кожа, при функциональном исследовании кожи может быть обусловлено снижением функции сальных желез, снижением сальности кожи, или при нормальной функции сальных желез снижением влажности кожи за счет нарушения эпидермального барьера и повышения трансэпидермальной потери воды. Поэтому здесь для вас подойдут разные средства. Для тех, у кого нет сниженной и сальности и влажности, те будут хорошо переносить жирные косметические средства. У кого сохранена сальность кожи и повышена только трансэпидермальная потеря воды, тем больше подойдут менее жирные текстуры. Поэтому пробуйте, подбирайте то, что для вас комфортнее. И, конечно, кожных проявлений не надо бояться. Все корректируется, поэтому нужно вовремя их заметить, вовремя дойти до доктора. Вот в частности, на фоне терапии вы видите, пигментация кожи уменьшилась, атрофия кожи стала меньше, кожа стала более плотной, выровнялась текстура кожи. Поэтому будьте здоровы, будьте внимательны к себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!